Добрый день! Меня зовут Старина. Огромное спасибо за то, что пришли послушать. Постараюсь очень легко рассказать об этой теме, довольно сложной теме, обширной теме, для чего все это делается, для чего строится, какие проблемы решаются при помощи. Вообще эти сооружения являются самыми огромными, которые когда-либо создавало человечество. И как все это вообще начиналось? Пришлось не обойтись без некоторых формул и некоторых объяснений. В физике высоких энергий и ускорителе есть такая единица измерения, как электрон вольт. Что это такое? Это такую энергию приобретает частица, когда над ним работает поле в 1 вольт напряженный. То есть если мы ускоряем электрон, допустим, простой батарейкой 3 вольта, то он получит энергию 3 вольта. 3 электрон вольта. Здесь вот есть единица и надо сказать об единичном заряде, то есть мы говорим именно об одном электроне. Также этой энергией определяется масса частиц, то есть весьма известная формула. Мы видим прямую связь, c является фундаментальной константой и мы имеем прямую связь между электрон вольтом и единицами. То есть один электрон вольт, видите, какая маленькая, скажем так, такая единица килограмма веса, который привык массы сегодня пользоваться. Также эти единицы обозначают температуру частиц. Также есть соотношение, которое, можно сказать, такая школьная, простая, да, постоянная вольт, но температура и энергия связаны. То есть один электрон вольт, ну, соответствует приблизительно десяти тысячам кемеров. И также энергию и фотонного излучения тоже меряются в этой единице. Фотонное, то есть это излучение, которое мы вот сейчас приобретаем с этого экрана, да, вот, вольт создает другой волны, и мы их воспринимаем как свет через вот такую форму. Постоянная планка, скорость света, да, и мы можем соответствовать длины волны излучения и вот эта энергетическая электрон вольт. Этим не ограничена физика высоких энергий в этой единице. Можно сказать, что, наверное, почти все измеряют в этой единице. Поэтому о ней я буду сегодня говорить много. Характеристики ускорителей будут в основном говорить именно об этой единице. Также вот некоторые цифры. Километры, я думаю, это довольно понятно. Энергии ягодного распада классического, то есть, и частицы, которые средние, да, там, альфа от 0 до 10 мев в среднем, это распад частиц, там, от 0 до 6 мев, то есть гамма-излучение. И здесь некоторые тоже цифры представлены для понимания порядка цифр, да, то есть и также масса частиц. Одна из которых была вот буквально недавно открыта и которая замыкает стандартную модель. Ну и перейдем к ускорителям. Ускоритель делится вообще на различные типы. Но по типу ускоряемых частиц, то есть электроны, протоны, тяжелые ионы, могут быть античастицы. Единственное требование для возможности ускорения – это наличие у них заряда. То есть ускорение, допустим, нейтрона в ускорителе невозможно. По характеру траекторий. То есть разделяются линейные и циклические ускорители. По характеру поля. Ну, в основном это разделяется электростатическое поле, либо поле, которое меняется во времени, то есть имеет некоторую резонансную составляющую. И также есть такое направление, как и ветревое ускорение, но о нем мы не будем говорить. Это довольно сложная тема. Вот, по назначению. То есть основные такие назначения – это исследовательские, для исследования свойств материи, ядерной физики, медицинские. Огромное распространение получили ускорители, ну и в промышленности соответственно. И также по энергии частиц. То есть это низкие энергии до 100 МФ. Это, можно сказать, развитие до 50-х годов прошлого века. Средняя энергия, то есть до 1 ГЭВа. И высокие, сверхвысокие, свыше 1 ГЭВ. Одним из первых ускорителей, который был создан, это ускоритель Вандеграфа, так называемый. Если мы вспомним все такой некоторый эксперимент из школы с абонитовой палочкой, то вот эта колонна является некоторым ее продолжением. Шелковая нить, на нее подается заряд, и на конденсатор он скапливается. Таким образом мы можем достичь очень высоких напряжений, десятков мегавольт. То есть это довольно высокое напряжение, которое имеет свои проблемы в плане наличия пробоев. И этим ограничивается. Однако эти ускорители получили очень хорошую характеристику. То есть это энергетическое разрешение является 10 минус четвертой степени. То есть можно давать с помощью таких ускорителей энергию, которая соответствует высокой точностью. Для исследования, допустим, резонансных областей, где это очень требуется. То есть, скажем, эту проблему можно решать при помощи таких, но имеет принципиальное ограничение в плане энергии. Потому что максимально полученное напряжение, которое при помощи этой колонны, это было 25 мегавольт. Эту проблему нашло решение при помощи, ну вот пример, да, один это из музея, находящихся в Чехии. Вот таким образом этот каскад высоковольтный выглядит, собирающий заряд сфера. То есть его высота 5 метров, в диаметре он 1,3 и вот это дает напряжение в 10 мегавольт. Это довольно высокое напряжение. Вот, так проблему эту решают при помощи двойного каскада ускорения. Каким образом? Сначала ускоряют отрицательные ионы, в основном это ионы водорода. Водород на первой орбите может иметь два электрона, то есть он становится отрицательным ионом. Этот ион здесь специальным магнитом сепарируется от электрона. Электрон имеет такой же заряд и отрицательный как водород, так и электроны будут притягиваться. Поэтому мы их сепарируем, так как у них разная энергия, и начинаем разгонять этим же напряжением. Потом происходит перезарядка, то есть определенным образом эти два электрона сдираются с водородом и получаем протон. То есть ядро водорода это протон. И этим же напряжением вторично начинается ускорение. Тем самым мы при помощи применения такого каскада можем увеличивать энергию в два раза. Дальнейшее развитие это линейный ускоритик эластический, так называемый линок. Каким образом он состоит? То есть происходит переменная, подается электрическое поле, переменная. И в зазорах происходит ускорение. Когда частица находится в так называемой дрейфовой трубке, она не ускоряется. Как только она попадает в зазор, начинается ускорение. Так как частица набирает скорость, длина дрейфовых трубок должна увеличиваться, так как частота постоянна. Такие виды ускорителей широко распространены, применяются по сегодняшний день. И у линейных ускорителей есть определенные как преимущества, так и минусы. Одним из высоких минусов это ограничение в энергии. Мы не можем бесконечно долго делать эти трубки дрейфовые. То есть их длина ограничена, поэтому и энергия этих частиц будет ограничена. Огромным преимуществом является, что такие ускорители можно получать высокоточные. То есть количество этих частиц будет ускоряться в большом количестве. Это требуется для задач наработки изотопов, ионных фабрик различных. Ну и вот один из примеров ускорителя такого линейного на 600 МЭФ. Это протоны и отрицательные ионы водорода. Это находится ускоритель в городе Троицке. Это здесь недалеко, Институт ядерных исследований. Вот ток пучка средний это 1 мА, а в импульсном то есть это 50 мА. И его длина 450 метров. То есть это довольно большое сооружение в плане ускорителя. Вот. Самый большой линейный ускоритель это Стэнфордский линейный ускоритель, на котором было получено огромное количество интереснейших результатов. Несколько Нобелевских премий было защищено. получено за исследование на этом ускорителе. Он действует по сегодняшний день. Имеет длину 3,2 километра. Это самый большой линейный ускоритель, который в мире существует. Он работает на электронах и позитронах. Он коллайдерного типа. Я немножко подробнее расскажу потом о том, что такое коллайдер. Такое развитие получают линейные ускорители. В дальнейшем таким прорывным моментом это было открытие Лорсом построение циклотрона. Первая его модель была весьма маленькой. Да, это 12 сантиметров. Вот. Современные имеют порядка... Ну вот я буду рассказывать о которых магнит имеет размер 3 метра сегодня. Они высокоточные, имеют высокую энергию. Принцип работы циклотрона. Ионный источник. То есть о том, где я говорил, отрицательные, положительные ионы. Он находится вот здесь, в центре поля. Пронизывается магнитным полем. И частица, когда подается в ионный источник, магнитным полем она попадает в азимутальную плоскость. То есть вот эту плоскость самого магнита. И начинает вот в этих зазорах происходить ускорение по такому же принципу, как и на линейном ускорителе. То есть вот в этом зазоре происходит ускорение. Частица ускорилась и движется по орбите. То есть постоянное поле его закручивает. Мы придали его еще ускорение. И радиус увеличивается, так как поле одинаковое. Представьте, вот вы крутите, берете шар. И этот шар у вас на резинке. И вы начинаете его раскручивать. Чем быстрее вы его вращаете, тем он дальше от вас удаляется. То есть вот здесь абсолютно точно такой же принцип. То есть мы передаем энергию. Частица начинает вращаться с большей энергией. То есть начинает приобретать все больше и большие радиусы. И выходит. Радиусы, вот эти кривизна вот этой спирали, она будет иметь окружность в том случае, если частица движется с нерелятивистской скоростью. То есть со скоростью, не близкой к скорости света. Когда частица начинает двигаться со скоростями, приближенным к скоростям света, то есть с релятивистскими скоростями, у нее начинает расти и масса. Поэтому вот эта траектория приобретает... Спираль становится как бы раскручивающейся. Это именно связано с этим. Это является одним из ограничений циклотронов, которые решали другим способом. Так называемым изохорным циклотроном. То есть в самом магните поле изменяется. То есть это холмы магнитов, долина магнитов. Сейчас немножко... Это такой рисунок. Вот таким образом это выглядит. То есть в разрезе. Вот это холл магнита, да? Вот он в такой... Ну вот в такой форме. Это долина магнита. То есть и напряженность поля, она отличается. И то есть частица здесь резко закручивается, а здесь имеет более такой прямой, скажем, более прямую траекторию движения. Это изохорные циклотроны, которые сегодня повсеместно используются. Увеличение поля сегодня уже делают при помощи сверхпроводящих магнитов, теплых магнитов. То есть величина, так скажем, это поле увеличивается, да, вот к этой плоскости. И поэтому угол заворота, он увеличивается. И это решается проблема именно релятивистских скоростей для того, чтобы удержать их на такой орбите. Но с какой проблемой опять же сталкиваемся здесь в этой ситуации? Мы не можем создать огромный магнит, который бы имел большой, так скажем, градиент изменения этого поля по своей поверхности. И каким образом выходят из этой ситуации? Это также проект, который сегодня существует. Это Ганила Франция. Инжектирующий первый циклотрон. Он по принципу также ионного источника инжектируется во второй, ускоряется, инжектируется в третий и доускоряется и уже выводится, соответственно, на потребителя. Какие плюсы циклотронов? Они также могут быть высокоточными. То есть это большое число частиц может быть в нем. Они могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. И имеют широкое распространение. Одно из очень широких – это наработка изотопов, допустим, для такого как ПЭТ-исследования, это ФТОР-18, известный. Ну и множество различных изотопов нарабатывается. Помимо изотопов нарабатываются сверхтяжелые ядра, но немножко тоже я подробнее расскажу. Не могу не рассказать о событии, которое произошло буквально неделю назад. Это событие произошло в Дубне с введением строя ускорителя ДЦ-280. Это фабрика тяжелых частиц. То есть если мы сегодня откроем таблицу Менделеева, мы увидим некоторые элементы, как Московий, Дубний, Аганессон. Это все те элементы, которые были открыты в Дубне на фабрике сверхтяжелых элементов. Это продолжение этого проекта, модернизация двух… То есть там было два ускорительных комплекса. Это У-400, на котором были получены все эти результаты. Сейчас вот получили, уже ввели, запустили этот ускоритель. И его также там будут использовать для как получения совершенно новых элементов таблицы Менделеева, так и изотопов сверхтяжелых и гоняний… То есть ускорение радиоактивных ядер. Это рабочая диаграмма этого циклотрона. Одним из важнейших характеристик, то есть возможности циклотронов – это соотношение заряда к массе. То есть что именно, какие элементы он может ускорять. То есть вот здесь мы видим набор этих ядер и получаемую энергию – количество МФ на букло. То есть вот эта диаграмма характеризует все, что попадает вот в это поле, все можно ускорять в циклотронах. Именно в данном циклотроне. Они имеют разные характеристики в зависимости от именно характеристики отношения заряда к массе. Вот, это ожидаемые параметры, которые должны получить эти ускорители. Этот ускоритель ДС-280. Да, мы вот видим здесь ионы различные. Особый интерес – это кальций-48, на котором огромное количество работ было по соударению с Венецией кальций-48. И мы здесь можем видеть довольно высокую эффективность вывода. То есть мы видим число частиц, которые получает ионный источник, а здесь число частиц на выводе всего лишь в два раза меньше. Это довольно высокая эффективность вывода. Какие плюсы помимо высокой интенсивности имеют циклотроны? Так как у него частица не вращается не много раз, то есть у них орбиты там не миллионы раз, то требование к вакууму не столь строгое, как в синхротронах. Проблема вообще вакуума в ускорительной технике является одной из довольно-таки больших проблем. И вот история была с Церном, его очень долго, определенный срок не могли запустить как раз-таки именно из-за проблем вакуума. Циклотроны, они менее прихотливы к этому делу, то есть рассеяние на остаточном газе, которое может происходить, чем больше расстояние она проходит, тем больше вероятность того, что это событие произойдет, то есть рассеяние. И для того, чтобы уменьшать эту вероятность, уменьшается концентрация этого газа, то есть вакуум понижается. Они менее прихотливы к этому делу. Перейдем к синхротрону. Синхротрон – это также кольцевой ускоритель. Можно сказать, что это либо линейный ускоритель, который свернули в бублик, либо это последняя орбита циклотрона. Частица здесь находится на стационарной орбите, то есть она всегда вращается, то есть здесь такая камера вакуумно-теридальная и отклоняющие магниты его постоянно держат, так сказать, вот в этой орбите. Эти ускорители получили широчайшее распространение, связанное это с тем, что на них возможно проводить модуляцию энергии. То есть можно получать энергию различную, то есть есть некоторый коридор, который может давать энергию. Какой принцип? Частица летит, отклоняется, фокусируется. То есть там некоторая система фокусирующих, дефокусирующих магнитов и на прямых участках ей передается энергия и частица ускоряется. И вот в них она может крутиться довольно долго, по этим принципам делаются накопительные кольца. Один из таких проектов это FIRE, который сегодня имеет тоже большое, это в Драмштадте институт развития. Вот из-за того, что эта частица многократно проходит, то здесь именно требования к вакууму очень высокие. Это первый момент. Второй момент. На кольцевых ускорителях есть такая проблема, когда частица меняет свое направление, она всегда производит излучение. Это так называемое синфротронное излучение. И его величина растет, чем выше энергия, тем выше эта потеря. То есть чем больше вот этот угол, тем выше у нас ограничение по максимальной энергии. Как много мы бесконечно не растили бы мощность этого магнита, частица ускоряет, она отклонилась, потеряла энергию, потеряла. Поэтому из этой ситуации выходит каким образом строить ускоритель больших радиусов. И синхротронное излучение тоже представляет особый интерес, интерес в исследовании. Сегодня это вообще один из очень мощных трендов, особенно Пурчатовского института. Ну, об этом тоже будет, о синхротронном излучении. И здесь ферми лаборатория, этот эватрон. Ускоритель работал 28 лет, на нем было. Вообще, в принципе, открытие бозона Хиггса произошло, ну, это не совсем достоверно, что именно здесь. Но они предсказали его массу довольно близко и определили с точностью 2,8 сигмы. Но требование к достоверности открытия частицы – это 5 сигмы, что сделала ЦЕР. Это ускоритель коллайдерного типа. Что такое коллайдерный тип? Когда происходит соударение друг с другом, существует два встречных пучка. Тем самым мы увеличиваем энергию соударения в два раза. И здесь применялись для инжекции как протоны, так и антипротоны. И когда мы говорим о простых ускорителях, я говорил о токе пучка. На коллайдерах важно значение не ток пучка, а светимость ускорителя. То есть количество событий, которые происходят при соударении в единицу времени. Нам не интересно, сколько там частиц. Интересно в том, сколько из них соударится. И это является очень важной характеристикой – это светимость ускорителя. И у этого ускорителя светимость в 9 раз меньше, чем у ускорителя в ЦЕР. Эту светимость достигают либо уменьшением длины банча, уменьшением размера пучка. То есть увеличением концентрации и точности навода двух пучков друг на друга. Для того, чтобы получить такие результаты. Это LHC, это самый известный большой адронный коллайдер. И как мы здесь видим, это целый каскад ускорителей. Дело в том, что мы не можем инжектировать пучок сразу в большой ускоритель. Так как есть минимальный контролируемый уровень магнитов. То есть мы не можем его держать в такой напряженности, чтобы он четко, равновесно управлял частицами с меньшими энергиями. Поэтому строится целый каскад ускорителей. И каждый предыдущий является инжектором для следующего более мощного. То есть здесь был линейный сначала ускоритель. Потом построилось первое кольцо. Потом суперпротонный синхротрон. И протонный синхротрон стал инжектором. Как я показывал каскады, на которые делаются циклотроны. Вот здесь также и делаются каскады на синхротронах. И этот синхротрон уже является инжектором для большого кольца. Это кольцо имеет раз длину в 26,7 км. Это вот самое крупное сооружение, когда-либо делающее человечество. И вот как раз таки, говоря об Озоне Хигсе, это событие на самом деле весьма значимое для человечества. Мы замкнули стандартную модель. И это было сделано в два рана. Первый ран, второй ран. Получены эти результаты. Сейчас он происходит модернизацию для увеличения энергии. Вот у него энергия 6,5 ТЭФ. В коллайдерном режиме работает, то есть она в два раза увеличится. Это 13 ТЭФ. Есть основные детекторы. Вообще, способ регистрации это довольно отдельная сложная тема частиц. Вот, но чтобы как бы понятно было, да. Атлас имеет высоту порядка 30 метров. То есть это такой детектор частиц, который имеет размер высоты 30 метров. И если я не ошибаюсь, по-моему, 2000 тонн весит. Вот, это сооружение, наверное, более значимое, нежели чем ускоритель. Потому что обработать то, что мы получили и увидеть, что мы сделали, наверное, много важнее, чем просто получить высокую энергию и открыть частицы. Говоря о стандартной модели, какая такая проблема существует? Сегодня очень большой вопрос о барионной асимметрии видимой Вселенной. То есть это, мы знаем, что существует вещество и антивещество. Но вещества почему-то больше, хотя должно быть симметрично, да, вот в нашем мире. И вот эту часть, неизвестно ее ищут, ее планируют найти на антикускорителе. В России есть довольно различные другие теории, невероятно интересные вообще, куда делось это антивещество. Ну, вот такие монументальные сооружения именно отвечают нам на вопрос, как все произошло, как появился этот мир, как появились вещества, как появились атомы, как вообще существует, по каким правилам существует материя. То есть из чего мы вообще состоим этот мир. Вот, это исследовательские, я вот сейчас рассказываю об исследовательских ускорителях и их применении. Также широкие применения ускорителя. Вот мы поговорили о фундаментальных исследованиях, о фабрике сверхтяжелых элементов. Вот о медицине я как раз-таки и в первой лекции, которую я говорил, читал. Вот, в медицине вообще в лучевой терапии это основной механизм. Один из самых основных механизмов проведения лучевой терапии это ускорители. Электронов, протонов, тяжелых ионов. То есть спектр этих частиц воздействия довольно разный. Также делается и для исследования. То есть это однофотонный, двухфотонный, наработка этих изотопов. И, ну тут, конечно, работают как и реакторы для получения этих изотопов, так и ускорители. Одним из тоже широких применений ускорителей это неразрушающий анализ, это получение частиц второго поколения, так называемые генераторы нейтронов, где ускоряются дейтоны, которые реагируют с 3ТМ, получаются 14-мевные нейтроны. И так называемая N-гамма реакция, когда нейтрон взаимодействует, он с определенным ядром, он испускает характерную гамма-частицу. И по ней мы можем определить, что это за вещество. То есть когда мы проходим досмотр на таможне, да, первое это рентген. Если рентген, то есть возникли какие-то вопросы, да, то это и при помощи таких нейтронов источников. Одной из больших проблем, которой занимается эта радиационная стойкость электронно-компонентной базы, это вопросы космоса. Дело в том, что спектр частиц космического излучения довольно широкий. Один из основных и, скажем, проблематичных – это ионы железа. Там встречаются ионы железа, углерода, гелия, водорода. И наличие работы компаний, так как мы уменьшаем все техпроцесс, и те повреждения, которые производятся, могут быть критическими. Терялись не раз спутники по проблеме радиационной безопасности. И когда мы говорим о межпланетных путешествиях, да, вот о Марсе, на самом деле технически тоже туда отправили, там катается марсоход. И вопрос о том, чтобы отправить человека, да, то есть в принципе не стоит. На самом деле стоит и стоит вопрос с точки зрения радиобиологии. Кто туда долетит? То есть слепой человек, потерявший когнитивные вообще способности управлять, вот этот вопрос сегодня он стоит намного острее. Об этом не происходит вопроса популизма, да, мы можем отправить машину в космос, но человека так далеко мы отправим, потому что не выжили. И как раз-таки радиационная, я вот, конечно, показал только ЭКБ, так и объектов. Вот. Потом это подкритичные рядерные реакторы. Это их используют для вторичного источника нейтронов. Это реакторы, для которых КАЭ эффективно, это меньше, ну, подкритика порядка 0,95. И их используют, их используют эти подкритичные реакторы именно для запуска ядерной реакции. И есть проекты по решению проблемы радиационных отходов. При помощи ускорителей, то есть реакции, которые они могут производить, мы можем перевести из долгоживущих изотопов в краткоживущие изотопы. То есть и решить проблему захоронения. Эти проекты сейчас очень бурно развиваются в Китае. Вообще Китай довольно очень мощно этим вопросом занимается. Так как у них очень бурный темп на роста ядерных реакторов. И через какое-то время у них встанет вопрос, что же делать с топливом от работы. Вот. И также одно из таких очень мощных направлений, которые сегодня происходят, это синхротронное излучение. Как раз таки это то излучение, которое получается при смене направления частицы. Это делают принудительно, либо это делают в синхротронах. То есть специально раскачивают и получают высокоинтенсивное излучение. При помощи которого можно посмотреть кинетику химических реакций. То есть как вещество происходит. То есть это химическая реакция в реальном времени. Поведение белков в реальном времени. То есть вопрос для медицины и для нано вообще техники любой. То есть за этим очень-очень большое направление. Вот. Также хотел отметить такую вещь, как у нас сейчас в стране идет большой проект. Это установки Megascience. Это семь установок, которые планируется сделать. И я вот хотел привести, показать, кто из них ускорители. Именно частиц. Это большой комплекс ионов. Строится в Дубне. Это коллайдер. Ника. Он должен ответить на вопрос именно фундаментальных исследований. Что же произошло чуть позже большого взрыва. И в плане прикладных исследований на нем будет исследоваться как раз таки радиобиология и проблемы трансмутации. Ну это вот отработанное топливо под критичные реакторы. Дальше. Это вот реактор ПИК. Это не является ускорителем. Токамак. Это треидальная камера с магнитными. То есть это проблемы термоядерного синтеза. Тоже не является. Потом ускорительный комплекс на встречных электрон-позитронных пучках. Это Академгородок в Новосибирске. Там действуют сегодня два коллайдера. Вообще в мире всего сейчас шесть действующих коллайдеров. И два из них находятся в России. Это электронно-позитронные. Вот. То есть это уже второй ускоритель. Третий. Это международный центр исследования экстремальных световых полей. Ну это в принципе направленные лазерные техники. Вот. И последние два. Это также отдельные источники синхротронного излучения. То есть из семи проектов четыре это проекты, связанные с ускорительной техникой. В том или ином виде. Вот. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ